Здарова, народ! Я решил начать серию видео, в которых бы поднимал какие-либо важные темы, на мой взгляд, и высказывал по поводу них свое мнение. И самой первой темой, которая пришла мне в голову, являлась тема отношений. Это та самая часть нашей жизни, которая остается креугольной и актуальной вплоть до самых наших последних дней. Но как бы то парадоксально не было, при всей своей важности и актуальности, это та самая часть жизни, которая остается проблематичной, в особенности среди моих ровесников, 20 лет плюс-минус 5 лет. И особенно в последние годы, я прям-таки замечаю то, что молодежь дробится на две категории людей. Первые, которые никогда не имели отношений, им может быть 25 или даже 30 лет, и при этом в обществе это порой считается нормальным по каким-то непонятным для меня причинам. И вторая категория людей, это люди, которые, напротив, имеют десятки, если не сотни отношений к своему достаточно юному возрасту, меняя партнеров каждую неделю, а то и каждый день. И порой даже это по каким-то причинам считается нормальным. Но в итоге мы приходим к тому, что мы движемся каким-то деструктивным образом жизни, и как по мне, все это нас по итогу приведет к тому, что нас по новой захватят какие-нибудь арабы, как это было пару сотен лет тому назад с Европой. Вот чтобы этого с нами не случилось, я решил записать это видео, поделиться какими-то своими наблюдениями и советами по этой тематике, которые, как по мне, позволяют мне оставаться где-то в середине, имея при этом нормальные и стабильные отношения, не впадая в дикое одиночество, но и не начинать какую-то похотливую, разратную жизнь, где пьедесталом является получение бесконечных эмоций. Конечно, если записывать видео о всех ошибках в отношениях, которые мы совершаем, то его длительность должна быть минимум нескольких десятков часов. Но настолько сильно затягивать я не планирую, и поэтому решил выделить две такие основные проблемы, которые я сам совершал в своей жизни, и надеюсь, что хотя бы сейчас прекратил, и те ошибки, которые поголовно делают все, кого я знаю. Первая из них это идея о том, что мы знаем, как правильно строить отношения, и сейчас попытаюсь поподробнее объяснить, что я имею в виду. Представим, что вы ищете какую-либо работу. К примеру, сейчас очень хайпово и модно пытаться вкатиться в IT. И вы открываете roadmap или описание профессии, что вам нужно выучить, чтобы стать стажером или джуниром, каким бы то ни было. И это всегда огромный такой список с языками программирования, базами данных, какими-то софтскиллами. И по сути, если смотреть на всю эту ситуацию страны и представлять некоторый такой правильный путь, в кавычках, жизненный, того, как человек должен вырасти и получить работу, то он должен сначала окончить 11 лет школы, а после этого пойти в университет и отучиться еще 4 года. И все это, чтобы стать не начальником начальников, а просто получить самую минимальную стажерскую должность. 15 лет обучения для стажерской должности. И мы считаем то, что это окей. Ну как бы нужно же научиться, чтобы работать. И в то же самое время, имея абсолютно нулевое обучение в сфере отношений, мы считаем то, что мы знаем, как их строить. Просто по той причине, что мы же люди, наши же родители как-то построили отношения, значит, они как-то нам знания передали. Но, к сожалению, в современных реалиях это так не работает. Тому, как строить отношения, нужно буквально учиться. И кто-то мне, конечно, может сейчас возвратить и сказать, а вот знаешь, мои бабушка с дедушкой ничему этому нигде не учились, вообще там, и построили крепкую счастливую семью и дожили до очень долгих-долгих лет. Как бы, что ты мне тут несешь? И да, конечно, это правда. Были наши старшие поколения, которые все это делали и жили достаточно счастливо. Но стоит учитывать один важный аспект, который заключается в том, что люди старшего поколения жили в некотором роде в изолированной среде. То есть они жили в деревнях с населением в несколько десятков тысяч людей. И когда ты живешь в таком изолированном пространстве, без интернета и телевидения, то все люди так или иначе очень сильно похожи. Ибо есть свои уставы и правила, по которым живет все это общество, чтобы оно не развалилось. Если кто-то отступает от этих правил, то его обычно пытаются обратно в эти правила впихнуть. Это, как знаете, в некоторых южных странах по сей день человека могут камнями закидать, если он что-то не так сделал. И звучит, наверное, абсурдно, но плюс-минус это то, что действительно происходило раньше. И вот в этой стратегии, когда все очень сильно похожи, действительно можно без каких-либо знаний, просто наблюдая за своими родителями, пытаться найти себе жену точно такую же, как твоя мать. И с большей долей вероятностью по характеру, по повадкам и знаниям, ты действительно найдешь кого-то, кто похож на твою мать. Или то же самое обратное для девушек, когда они ищут себе мужа. Но в нынешних реалиях мы можем провести одну неделю времени с человеком, например, в одной и той же комнате, но он за эту неделю посмотрит какие-нибудь видосики по вязанию и видео демократической партии, а другой человек будет смотреть республиканцев, и они будут иметь полностью противоположный взгляд на эту жизнь, просто спустя одну неделю, находясь при этом в одной комнате. Поэтому вот эти вот знания с тем, что обучаться нам не нужно, отношения как-то у нас складываются сами по себе в голове, это, к сожалению, не актуально. Отношения стали той же самой темой, как и работа, как и хобби, что бы то ни было, где ты действительно должен брать условные книги или условные видосы, штурдировать и пытаться это применить в жизни. И второй аспект, который по каким-то причинам жизнится в умах практически каждого современного человека, который заключается в идее с тем, что под каждого человека существует свой партнер. Условно говоря, если ты рокер, ты находишь рокершу, если ты металлист, ты находишь девчонку, которая слушает металл, и то же самое с рэпом, попом и всем тем прочим. Нет, ребята, это так не работает. Откровенно говоря, большинство людей просто непригодны для долгосрочных отношений. Серьезно. Ибо существует набор повадок и привычек, имея которые, построить долгосрочные отношения просто невозможно. И наоборот, существует привычки, которыми человек обязан владеть, если он планирует построить нормальную человеческую семью, не имея каждодневных скандалов и не разводясь каждые два года. Как пример, если человек не может провести с другим человеком одну неделю времени, и его уже напрягает то, что рядом с ним кто-то существует, и вот он хочет дикого одиночества, то это уже сигнал о том, что, ребят, какие отношения в данном случае, нужно как-то думать на своей голове, пытаться понять, почему я настолько отторгаюсь от людей, и как бы мне начать получать удовольствие от проведения времени вместе. Или, к примеру, напротив, привычка, которую мы должны обладать, как умение заботиться о другом человеке, мы всегда, как люди, болеем, что-нибудь ломаем, хандрим, устаем, и что бы то ни было, и достаточно часто приходится брать ответственность или задачи своего партнера, и это как бы окей. Если вы считаете то, что мы полностью засепарированы, и каждый отвечает только за свой хвостик, то ни за какое построение нормальных отношений речи здесь быть просто-напросто не может. Эти списки продолжать можно просто до бесконечности, и тут все очень индивидуально, и каждый человек должен сам для себя понять, какие привычки мешают ему построить долгосрочные отношения, а каких ему, напротив, не хватает, чтобы это все сделать. Цель этого видео — дать вам некоторую пищу для ума, чтобы после его просмотра вы задумались над этим и начали анализировать, действительно ли оно так, и что нужно в этом делать. Если вы хотите поглубже уйти в эту тематику отношений, я бы искренне вам посоветовал перейти на канал Максима Вердикта и посмотреть его видосы. Там человек очень подробно разбирает все эти тематики и отвечает на огромное количество вопросов и объясняет огромное количество ошибок, которые мы совершаем за дня в день. Если это видео оказалось вам полезным, прошу проявить какую-либо активность. А с вами был Александр, до встречи в следующем ролике.